Всем привет! Как и ожидалось, вот сегодня 30 апреля у нас жара. У нас такая жара, что пришлось открывать все теплицы, все тоннели. И сейчас хочу поговорить именно о таких плёночных укрытиях в такую жаркую погоду. Одна зрительница написала, что пережили все они морозы, они у неё там под плёночкой были, потом выглянуло яркое солнце, и через какое-то время она пошла, открыла и увидела, что они сварёные. И я вот хочу сказать, что солнце для нас ещё более опасно, чем холод. Потому что в холод, они как, даже когда мороз, они могут постепенно, ну, как охлаждаться, там листик один может, например, повредиться, пожелтеть, похолодание. Но когда жара, если вот такая жара, вот сегодня у нас 24-25 градусов, ну, вообще и яркое солнце, если не открыть торец, вы представляете, там духовка, там будет 50-60 градусов. Ну, представьте, вот такое маленькое пространство. Вот сейчас я открыла торцы с обоих сторон. И это обязательное условие выращивания рассады в тоннелях. Поэтому и выращивать, конечно, проще тем, у кого под боком. Вот ты живёшь здесь, и здесь же у тебя теплица. Я утром вышла, и если солнце выходит, утром вышла, подняла тоннель. И ещё тут опасность, что нужно чем-то закреплять. Вот сейчас ушла она, сейчас в другую теплицу, она может ветром обратно запрокинуть. Тут обязательно я вот прищепками придавливаю или чем-то. И за солнцем нужно так же следить, контролировать, как и за холодом. Иногда даже снежный покров, меньший нам ущерб доставляет, чем вот такое яркое солнце. Сегодня я в теплице ходила, не знала, что, представьте, в теплице 38 градусов. Впору там уже и затенение надо делать. Но затенение не стало делать, потому что завтра днём у нас очередные качели, будет 6 градусов всего, а ночью минус 3. Вот сегодня мы сгораем, завтра мы будем снова укутываться, потому что будет очень холодно, минусовая температура. Вот такая у нас погода. Но это есть вот наш сибирский огород. Нужно следить, чтобы не замёрзло, чтобы не сгорело. И когда некоторые пишут, что зачем рано высаживать, это не от срока высадки. Так будет и потом. И так же в мае будем смотреть. Я в мае смотрела прогноз. Есть и совсем холодный, есть и 25-26 градусов. Так что мы можем ещё и сгореть, и замёрзнуть. Но я надеюсь, что мы выйдем победителями из этой борьбы с погодой. Она нас не победит. Всё, до свидания. Ой, хорошая погода, как благодать.